В начале было слово «Божий сын». Не журналистика, газетное вранье. Слова библейские положим на весы и перевесят наше вшивое тряпье. Не надо городить бессмысленный плетень из фраз отдельных выбранных удачно. Под царским одеянием не воцаряйте пень. Бесплодие очевиднее среди колосьев злащих. Библейские евангельские строки пытаются пришить своим хламидом. Эпиграфом божественным не оживить убогих, хотя не знающим и нравится по виду. Не хлебом, мол, единым человек живет, когда безбожную козявку оживляет. Не хлебом колбасой и тыщут кровью с кровью в рот, а дальше мыслями кургузами виляют. Вода иная здесь запятой. Умолчаны. Слова страшнее грома. Но всяким словом Библии святой здесь смысл пропуска чудовищно огромный. От Бога исходящие слова. Они питают душу лучше хлеба. Не хлеб выходит, наша голова, но живы мы, глаголом шедшим с неба. То камни собирают строя храмы, в которых торжище монахи за прилавком. Сверхлегкомысленно врачуют людям раны, курение ладана обкуренному травкой. Но только проповедь о распятой мессии, о воскресении его и о прощении. Чудесно оживит те камни, что сносили. Под сводом бросили лежать без попещения. Не надо врать, у Бога воровать, слова нетленные толкуя в кость и криво. Писклявых журналистов корреспондентов рать. Вставляет Божье слово безумное курсивом. 30 июня 2004 года